Воу, трамплин! Ух ты! И ещё один! Воу, хо-хо! Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики! С вами снова Гидон, и мы продолжаем развлекаться и веселиться на наших островах в чудесной игре Far Cry 3. Ну что, парни, вы нас подвезёте куда-нибудь? Ха, можно в них забрать машину, забавно. Так, поедут они дальше вместе со мной, или не поедут? Мы расчистим тут всё от пиратов! Ну, расчистим тут всё от пиратов! Ну, попробуйте расчистить, я же не знаю, получится у вас или нет, ха-ха! Без броводи у вас ничего не выйдет. И свалили! Вот засранцы! Ну ладно, посмотрим наш маршрут на сегодня. Итак, сверимся с картой. Какие же развлечения нас ждут сегодня? Итак, я предлагаю для начала нам отправиться к заданию Путь Охотника. У нас есть здесь машины, и мы сможем туда быстро добраться. Вон наш джипчик. На нём мы и доберёмся до задания первого Путь Охотника. Как я уже говорил, мы будем делать... Сейчас у нас, к сожалению, кончились дополнительные миссии. Так что каких-то мелкосюжетных вещей уже не будет. Куда это я заехал, ёлки-палки. Вот, зато у нас будут всё остальное, всё остальное, чего у нас не было. У нас будут... Нет, конечно, это было, безусловно, но не в таком количестве. У нас будут... Будут различные испытания ракет. Также будет немножко охота за головами. Хотя я не очень люблю, конечно, охоту за головами, потому что... Ну, по сути, она какая-то довольно бессмысленная и... Беспощадная, да. Но она даёт нам прогресс в нашем путеводителе. А в путеводителе у нас отмечается прогресс до прохождения игры на 100%. Безусловно, я, конечно же, хочу пройти игру на 100%. Конечно же. И что нам... Посмотреть, что нам дадут. Так, мы пришли к нашему заданию. Путь Охотника. В каком-то домике оно странно находится. И да, как мне подсказали, я действительно нашёл его. Редкая чёрная пантера убила местного охотника. Её нужно убить, используя предоставленный лук. Хм-хм-хм, да. Предоставленный лук. И чёрную пантеру, конечно, будет довольно сложной. Довольно сложной, потому как... Хотя, кто знает, кто знает, посмотрим. Так, лук у нас где-то должен быть там. Судя по первой метке, к нему мы и направляемся. Чёрная пантерка, как мне друг мой говорил, довольно злая. И сильно-сильно его покарала в один момент. Ну, мы уколемся, конечно, куда без этого. И найдём здесь лук. О, ничего себе. Животное здесь лежит. Стоянка чья-то. Кто-то тут проживал, проживает, может быть. А мы у него лук упрём. Ну, ладно, чё делать. Так, какие у нас оружия есть? Ну, это я не выкину. Придётся, придётся лишиться нашего чудесного... ...дежер-игла. О, я из него пострелял, так что формально моё его использование выполнено. И отправляемся, конечно же, к пантерке. Здесь где-то должна быть реликвия. Я её, конечно, прихвачу по возможности. Может, даже она где-то здесь. Да, вот она. Отлично. Ещё одну реликвию нашли. Реликвии, конечно, тоже у нас учитываются в общем вот этом значении путеводителя. Но, кстати говоря, не за все, не за все сборы, не за все реликвии там даются различные награды. Например, за охоту за головами нам никаких дополнительных наград не дадут, когда мы все их выполним. А вот, например, за захватыван постов, там где-то на значении 50%. И на 100% это не чёрная пантера. Это долбанный хягуар какой-то. Это не она. Фу. Фу. Так. Так, стоп. Это была не она. Так, если мы будем продолжать охотиться на не пойми кого, то я так все стрелы потрачу нафиг. Так вот о чём я? Я о том, что не за все прохождения нам дают какие-либо награды. Вот, как я сказал, за захватыван постов на 50 и на 100% нам давали. Какое-то оружие новое разблокировали в смысле. И ещё кое-что, не помню уже. Это там нужно смотреть путеводителя. Ну, вот, эээ, за некоторые дают. Я слышу ручание. Вот она. О боже мой. Ё-моё! Как она меня... Нифига себе! Вот это да! Она с двух ударов нас убивает. С двух ударов! Вот это да! Так, ну ладно. Может быть, утречком мне будет легче на неё охотиться. Потому что там уже ночь наступала. Слушайте, ну это жёстко вообще, конечно. С двух ударов срубить нас, это... Блин, это, конечно, очень жёстко. Ладно, пантера. Заход номер два на тебя. Заход номер два. Так, где ты у нас здесь? Я тебя найду. Я опять слышу рычание? Она хоть когда ходит, кусты шевелят? О боже мой, я её опять слышу. Стоп. Какие-то... Раскаты грома, блин. А не рычание. Кошмар. Как нам вообще охотиться на эту штукенцию? Ужас какой-то. С двух ударов, а? Два дела. Я уже тыкал кью, чтобы вколоть нам чё-нибудь, но не успел. Рубит она просто на повал. Самое пакостное, что её... Не видно. И главное... Я уклоняюсь? Вкалывай резче. Я хоть сколько уклоняюсь? Ей по барабану. Давай, 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 вкалывай. Охренеть просто. И отпрыгиваю. И отскакиваю. И... Ё-моё, да. Ну. Друг не соврал. Чёрная пантера наказывает. Ладно. Попытка номер три. Убить Чёрную пантеру. Это затягивается. Да, я чувствую, серия будет названа Чёрная пантера. Потому что... Ё-моё. Ну, злая она какая-то. Просто кошмар. Интересно, у неё ХП-то регенерируется после того, как... Ну, конечно, конечно. Да по-любому. Билла меня там, рана залезала. Всё, и опять на меня охотится. Ну, где ты, зараза? Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё. Опять слышу рычание. И главное, всё время так получается. Я иду, иду, иду. Спокойно. Спокойно. Подумав оборачиваюсь. Она уже сзади меня. Кто тут охотник вообще? Кто тут жертва? И не разобрать. Ну, давай, пантера. Сейчас ведь вылезет, как всегда. Где-нибудь у меня за спиной. Кошмар, а? Трава иногда синим даже подсвечивается от... Такого освещения утреннего. Ну, и где ты? Бить бы тебя каким-то, я не знаю. О, там ещё медведь. Нет, это камень. Я уже пугаюсь. Она где-то вот в этих кустах всё время обитает. Кошмар. Где она? Нет? Не она. Опять ночь. Опять ночь. При лунном свете охотится на чёрную пантеру. Да уж. Красотища. Сейчас тут, как всегда, у меня за спиной где-нибудь выскочит. Я буду хоть по краю зоны ходить. Вот опять рычание. Вот она. Давай, вкалывай. Вкалывай. Фух. Что с тобой? Она зависла. Как же мне повезло. Да. Чёртая пантера. То ли она зависла, то ли так и должно быть. Фух. Фух. Убили её. Большая медицинская сумка. Можно изготовить предмет. Наконец-то. Фух. Изготовили. Да, бумажник у нас из чего? Однорогий буйвол. Так, а что ещё у нас есть? Патронтаж. Для этого нужен золотой тигр. Для гранатной сумки нам нужен кровавый коммода. Для подсумок для мин. Белобрюхий топир. Перевязка горючего. Желтозобый козуар. Да. Ёлки-палки. Ну. То ли повезло, то ли ещё что-то. Да нет, конечно повезло. Ёлки-палки. Я же не... Я не рассчитываю на то, что... Прямо вот так они и сделали. Что вот так вот она грызёт-грызёт, а потом такая стоит и тупит. Нет. Конечно нет. Конечно. Ни в коем разе такого не случится. Так, посмотрим дальше на карту. Куда нам дальше стоит двигаться. Ну что же. Я думаю, здесь у нас ещё охота. Ну да, как раз отправимся... Отправимся вот сюда. Доки-валсы. Одно из начальных наших, так сказать, поселений. Или это аванпост бывший. Я уж не знаю. И не помню. Но здесь у нас должны быть что-нибудь. Хотя нет, здесь я уже забрал... Здесь я уже забрал карту памяти, которую хотел взять. Да, кстати говоря, в любимом оружии у меня открылось новое оружие под названием Потрошитель. 4200 оно стоит. Офигенный пулемёт. Темп огня у него самый быстрый. Также у нас есть... Бушман мы уже купили. У нас есть ещё тень. Но это обычный пистолет такой. Тихонький, тихонький. Спокойненький. И хочу что взять. Давайте возьмём... Раз уж мы так и не постреляли. С нашего дезерт-игла. Возьмём его. Постреляем теперь. Раз уж нас заставили. Сейчас я возьму охоту за головами. О, да тут аж три задания, ё-моё. Многовато, слушайте. Ну, возьмём вот это первое. Пираты нападают на рыбаков в побережье. Убейте их предводителя ножом, как требует традиции. Ракъят, бла-бла-бла. Ой, да. Это всё очень интересно с традициями ракъят. Но меня это не особо волнует, если честно. Я бы их просто перестрелял, как и всегда. И вообще... Все, кто знает, чем игра закончилась... Знают, что традиции ракет, в общем-то, нам уже на них наплевать. Пошли бы они куда подальше со своими традициями. Со своими ракетами. Так, они у нас находятся на острове. Давайте осмотрим его. Один, второй, третий. Там, ну, всё. Всё. Больше нету. Там ещё, наверное, кто-то. В воде у нас не достать фотик. Если нас будут замечать, нырнём. Благо. Хотя ночью они плохо видят. Охота за головами добраться до места. Ну, до места мы добрались. Одно есть уже. Одно мы уже выполнили. У нас есть... О, а вот и главарь. Есть у нас автоматик с глушителем классненький. Ой-ой-ой. Ха-ха-ха. Ещё бы чуть-чуть и нас увидели. О, какой парень. Стоит, смотрит. А мы его убить сейчас можем. Никто не услышит. Что это сейчас было? Ха-ха. Один есть. Я подлепил отсюда, тринер. И ещё один есть. И ещё один есть. И ещё один есть. Ну чё, парень? Боишься? Боишься. Ах, как ты боишься. Сейчас прыгнуть на тебя и всё. Прямо вот так. Ха-ха. Охота за головами. Завершена успешно. Ну что же они тут делали? Свинюшку жарили. Слушай, ну отличный у них тут... Отличный у них тут пир прям подготавливался. Просто отличный. Что? У них сигареты, простите, что? Сигареты Russian Vodka? Ха-ха-ха. Пираты пьют, говорю, курят. Сигареты Russian Vodka? Да, это забавно. Ха-ха. Такс, ну что? Смотрим дальше. Куда мы отправляемся? Итак, мы выполнили охоту. Нет, нет, это не тот остров, куда я смотрю. Я нахожусь... А где я нахожусь? Стоп. Где я нахожусь? Ага, вот здесь. Все, все отлично. Все отлично. Так, ну, надо машинку взять, да? Валить отсюда, на самом деле. Хотя я обратно вернусь. Раз у нас тут такой хороший удобный телепорт есть. Вернусь обратненько. И прихвачу еще одно задание. С этим было несложно. Ха-ха. С помощью Бушман вообще вот хорошая, действительно. Очень точная винтовка. Ничего не скажу. Посмотрим, что у нас... Охотьтесь на оленей для голодающей семьи. Используйте предоставленную снайперскую винтовку. Это что мне значит? Значит, не мою снайперскую винтовку надо будет выкинуть? Ну, ладно. Олень это для голодающей семьи. Поэтому, конечно же, нам не жалко на них поохотиться. Да, четко, четко, конечно. Убил этих предыдущих пиратов. Мне понравилось. Да. Да, хорошо. Прям редко когда так получается. Прям одного, второго, третьего. И только самый главарь запаниковал. Кстати говоря, мы можем свою снайперку использовать. То есть, нам не обязательно, в общем-то, использовать ту. И у нас есть... Да, конечно, мы четырим. С помощью нашей снайперки мы можем перебить этих оленей. Просто, как говорится, белке в глаз попадать с помощью этой слоновки. А та шумела бы. И главное, ведь я убил этого оленя. И что в итоге? Другие олени испугались. Как они узнали? Я же с глушителя убивал. Вон, вон, носится, носится, носится. Как сумасшедший. Но не убежал. И ведь меня не заставляют собирать после этого шкуру или мясо. Нет. Просто замочить оленя и всё. Ничего больше. А, голодающая семья сама придёт насобирать. Этот олень бежит такой ряду. У него один погиб, второй погиб. О, боже мой, что происходит? Может, голодающая семья вот здесь живёт? В этом домике? На этом утёсе? Не знаю. Зато тут дельтаплан у них есть. И джип. Такой дом голимый. Зато машина есть и дельтаплан. Всегда так. Главное, что на технику хватило накопить и всё. Ну и ещё один олень у нас остался. Простенькая заданица. Совершенно такое. Ну, а что вы хотели? Это задание изначальных. Да. Это задание изначальных. А в начале у нас сложностей особых не должно возникать. Поэтому всё так простенько. Особенно, когда у нас такая снайперка жёсткая. Ну, где ещё один олень-то? Давай. Ещё один олень. Последний. Где же ты? Не вижу я тебя. Олень. О, уже светается. Ну, мне очень нравится, как здесь происходит рассвет. Очень красиво. Очень красиво. Ну, где же олень-то последний? Обычно они вот в таких... В таких лощинках находятся. Изготовьте снадобье. Не хочу я готовить снадобье. Олени мне подавайте. И всё. И не надо никаких снадобий. Главное, у каждой семьи, у каждого дома есть какой-нибудь квадроцикл. Там или джип. Или дельтаплан. А дом сам вообще дерьмо полное. Какая-то хибара. Кошмарная. Да что такое? Последнего оленя найти не могу. Это вообще бред какой-то. Неужели их тут всего пять было? То есть... Не больше, не меньше. Мне это не нравится. Куда там последний олень-то убежал? В ту, что ли, сторону вроде бы. Может, его там и стоит искать? Где-то там, я не знаю. Внизу, что ли, может быть. Хотя нет. Квадрат вот здесь чётко нам обозначен. Ходить только здесь. Олени больше нигде нет. И не будет. Ну мне надоедает... Начинает надоедать. Я уж представляю, как вам начинает надоедать. Как я хожу и ищу тут, блин, последнего оленя. Кошмар какой-то. Ну где ты? Почему я тебя не вижу? Двигайся. Двигайся в кустах. Олень. Да. Не хочет двигаться в кустах. Олень. Ну что ж такое, а? Ну олень. Не подводи меня. Изготовьте снадобье. Да нет у меня травы для этого снадобья. Хотя давайте изготовим. А чё? Создание предметов. Снадобье для отхода. Не то. Вот это что ли? То есть оно у меня есть? Нет. Вот. Инстинкт охотника. Животных находить по запаху. Сделаем сейчас. Куда мы его сунем? Вот сюда мы его сунем. Куда он там? На какую кнопку? На 7 что ли? Взяли оружие не того класса. Стоп. 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 3. Ну. Так. Снадобье охотника включился у меня. Вон он. Вон он. Вон он. Вон он. Блин. Давно бы так сделал уже и не парился. Ха-ха. Ладно. Чему быть того не миновать. 3100 у нас уже. Денюжек. А это значит что мы скоро накопим на супер пулемет. И. Воу. Классный квадроцикл. На супер пулемет накопим. И купим его посмотрим. Так. У нас здесь еще одна охота пирата. Его люди охотятся на местных жителей у храма. Убейте их ножом. Как истинный воин ракет. Конечно. И. Где они у нас находятся? Классный квадроцикл. Довези меня. Это будет последняя моя охота на сегодня. И последние мои пираты. Дальше мы идем. Прокатимся на гоночках. Воу. Прокатимся на гоночках. Подвезем там какие-то. Какую-то хрень. Ну. Нет. Здесь машина не проедет. Ну. Ладно. Привезем там какие-то. Медикаменты. Боеприпасы. О. Че они тут делают? А че это? На входе тут один что ли стоит? И не возник тебе, а парень. Одному-то тут тусить. Ведь пуля-то в голову не иллюзорно. Интересно, кто-нибудь там еще увидел? Сейчас возьмем наш бушмен. Бушмен. Оу. 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 Еб. Твою мать. Подожди, а кто это? Стоп. 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 Может быть. Ку. 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 Это же он. Ё-моё. Это же. Это же его нам нужно. Так выключи фотик. Выключи фотик. Да. Ё-моё. Вот убил бы его сейчас, а. Убил бы его нафиг сейчас. Вот это было бы. Просто было бы офигенно. Фу. Ха-ха-ха. Да, дерзкое нападение. Вовремя достал фотоаппарат. Посмотрел, кто это. Да, потеха. Так, где-то здесь реликвия должна быть. Вот она. Почему пираты её не забирают? Неужели им не нужны эти реликвии? Забрали бы, да продали поскорей. Подороже. Куда-нибудь. Так, а тут у нас что? Ууу, тут у нас ящичек спрятанный. Шумерами, блин. Да. Ничего, в общем-то, особенного, кроме этого бессмысленного ящика, в котором 28 долларов. Почему там доллары лежат? Кто их туда положил вообще? Древний майя, да? Ага. Ясно всё с вами, короче. Так. Чё, травишки срубим немножечко. И я вон схожу ещё зелёную. Возьму. Зелёная – это залог здоровья и жизни на острове. Итак, открываем карту и отправляемся уже куда? Правильно, к испытанию рак яд. И ближайшее испытание рак яд у нас находится где? Правильно, вот здесь. Называется насест цапли. Туда я, конечно, портануться не могу. Да. Зато я могу пойти в дом прибрежного грабителя. И туда мы и переместимся. А оттуда я уже попаду на машине до ближайшего испытания ракет. Которое, конечно, сначала нужно пометить на карте. Отлично, пометили. О, здесь у нас ноутбук, который у нас не забрали. Мы не забрали. И нам за каждый ноутбук, помимо того, что у нас кое-что полезное открывается, охоту какую... Как я уже сказал, я уже сегодня делать не буду. О, там собаки у нас. Раньше, помню, я этих Динго и Скалбин замучился. Так, ну как нам добраться туда побыстрее? По этой, что ли, дороге? Вряд ли. Ну, я попробую. В принципе, баги у нас быстрые, мне нравятся. И здесь, да, здесь есть поворот. Привет, парни, как у вас делишки тут? Посторонись. Гидо на баги. Всем уйти с дороги. Быстрое? Судя по миль в час, 60 миль в час, это где-то, ну не 120, но 110 сотни километров в час баги жмёт. Причём... Оу. Причём довольно неплохо набирает скорость. Да что такое? Давай, куда тебя всё время заносит? Вот с заносами у баги, да, проблемы. Зато вот так вот в горку можно въехать, да. Так, вот так вот. Всё, ладно, припаркую здесь, в ближайшего камня. Хватит врезаться. О, привет, парни, чё вы тут делаете? Это вообще отливает там. Так, ну посмотрим, смогу ли я побить рекорд своего друга. У него 445. И... Погнали. Интересно, какое здесь будет испытание ракет. Всё время они интересные. Ну, бывают, конечно, неинтересные. Убейте как можно больше врагов из предоставленного оружия. Опа. Так. Так. А, ну да. Как я... Как я и думал. Как я и думал. Здесь нужно тихонько убивать их. И... Что, собственно, я и пытаюсь сделать. Их убивать пытаюсь по-тихому. Так. Так. Ой. Черт, они меня заметили. Они меня заметили. Заметили меня. Ох ты, сволочи. Готов. И эти теперь ещё сбегаются. Да что ж такое. Воу-воу-воу. Ещё один. Так. Где время? Где время? Где время? Мне нужно не только время. Мне нужны ещё и враги. Потому что... Ой-ой-ой. Я покидаю зону. Мне нужны враги и время. Ни врагов, ни времени. А, есть враги. Вот они бегут. Сейчас мы за ними пробежимся. Есть. Ещё двоих зарубили. Так. Где время наше? Вон он, он он. Вот время. А вот эти уроды. Так. Убили. Ещё один. Внизу ещё. Ух ты, граната. Ё-моё. Ещё здесь. Нет. Этого уже убили. Этого я уже убил. Так. Ещё один. Бегут и бегут. Слушайте. Давай, перезаряжайся. Рещи. Чёрт. Время. 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 Неужели нигде нету? Ладно. Подохни напоследок. Блин. 325. Ну что такое? Ну ладно. Никого я не побил. Никого я не побил. Зато мне дали 500 очков. Ха. Ну и пофиг. Ха-ха-ха. Не знаю, в предыдущем каком-то, где нужно было там на скорость что ли их убивать. Или вертолёты, что-то, что-то такое. Там я всех худел, да. С тяжёлым оружием я как-то более-более проще играть. Что же, испытание ракет мы прошли. А теперь у нас на очереди что? Правильно, теперь у нас на очереди финальная гонка отвезти припасы. И где у нас неотвезённые припасы находятся? Вот здесь. Старые шахты. Туда мы и отправляемся прямо сейчас. Прямо сейчас. Чтобы прокатиться напоследок, как и в прошлой серии. Здесь я забрал карту или не забрал? Здесь я забрал её, по-моему. А нет, стоп. Ноут лежит. Ноут лежит, но не забирается. Странно. Кстати, ноут-то... Я застрял, что ли? А, всё, всё, вылез. Ноут лежит, но не забирается. Но ноут, кстати, заметили, как я уже хотел сказать, последней модели. Будем искать этот сброс припасов. Где же он находится? Где-то... Написано, что внизу. Ну неужто в шахте, а? Не могу я поверить, что в шахте. Что нам вот нужно через шахту сейчас пройти. Для того, чтобы добраться до этого сброса припасов. Чё у себя тут лестница здоровая? Ладно, пойдёмте исследовать шахту. О, здесь выход какой-то. О, как тут у нас. Как тут у нас всё устроено. Слушайте, и правда. Сброс припасов в шахте. Во дела. Во дела. Всех чуваков тут перебил кто-то. Может, даже я. Не знаю, не знаю. Не будем приписывать себе заслуги других. Бум. Только мне крокодила. Ха-ха. Ладно. Ну что? Поехали доставлять припасики. Интересный, кстати, сброс припасов. Ещё не было такого, чтобы я... По воде доставлял. Это у меня первое такое. Так что это довольно интересно. Какие у нас тут гроты. Какие виды открываются. Воу, трамплин. Ух ты. И ещё один. Воу, хо-хо. Вот это клёво. Слушайте. Отличный сброс припасов. Почему я скорость потерял? Давай. Давай, 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 давай. Ух. Да. Поехали, 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 поехали. Не теряй скорости. Да что ж такое. Он как-то теряет скорость, когда я приземляюсь. Странно. Может, что-то не то нажимаю. Не знаю. Ещё раз нажимаю, потом вперёд. И вот он уже нормально едет. Неплохой сброс припасов. Мне нравится. Вообще классно. Ну и кажется, мы довезли. 8, 7, 6. И прямо на берег. Куда? Подразбили немножко наш скутерочек. И довезли припасы. Ну что ж, дорогие друзья, на этом я заканчиваю мою девятую часть прохождения по игре Far Cry 3. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Гидеон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Советуйте друзьям вступать в группу ВКонтакте. Ссылка под видео. Всем спасибо. И до следующей миссии. Субтитры сделал DimaTorzok